Ингер Джонатан Свифт В этом томе представлены два самых значительных произведения великого английского сатирика Джонатана Свифта. Сказка «Бочки» была написана им в основном в 1696-1997 годах, то есть в 30 лет от роду. Это его первый крупный опыт в области сатиры. После нескольких лет безуспешных попыток найти себя в жанре стихотворной оды, Свифт угадал, наконец, свое истинное призвание. В книге дана сатира на все, что Свифт считал устаревшим и жившим себя или вредным в литературе, науке и религии. Это сущности широкий пародийный и сатирический обзор духовной жизни Англии, да и всей Европы 17 века, в которой автор определяет свою позицию и место. Эта книга непочтительная к признанным мнениям и авторитетам, смелая до дерзости. Молодой задор сочетается в ней с удивительным для начинающего писателя мастерством. Здесь поистине узнаешь молодого льва по когтям. Но для того, чтобы вполне оценить эту сатиру, надо либо иметь некоторое представление о тех предметах и книгах, которые пародируются, либо постоянно заглядывать в комментарии. Это нелегкое чтение. И может быть, поэтому сказка бочки менее известна широкому читателю и не в полной мере оценена им. Путешествия Гулливера были завершены Свифтом спустя 30 лет. И каких лет? Свифт успел за это время побывать у вершин государственной власти Англии, а потом возглавить борьбу против этой власти в Ирландии. Автор «Сказки бочки» знал жизнь преимущественно по книгам. Автор «Путешествие Гулливера» изведал ее на собственном опыте. Его вторая книга рассказывает об общественных институтах, созданных человеком, и о том, что такое человек, создавший такие институты. И к чему придут человечество и эти институты, если все и дальше будет продолжаться в этом духе. Путешествие Гулливера мы все знаем с детства. Но это не совсем тот Гулливер, которого написал Свифт. Мы читаем его, как правило, в сокращенных изданиях или даже пересказах, в которых сохранены главным образом удивительные и забавные приключения героя в стране лилипутов и великанов. И воспринимаем книгу как занимательную волшебную сказку. Благодарное воспоминание о книге остается на всю жизнь, но лишь немногие возвращаются к ней в зрелые годы. Для большинства Гулливер так и остается в памяти забавной книгой для детей, а ее автор – занимательным рассказчиком и юмористом. Между тем, Свифт в зрелые и поздние годы жизни – фигура трагическая, и в литературе Англии, и в ее общественной жизни, и сатира его чаще мрачна. Он сам называл свой смех жестоким, и книгу свою он адресовал, разумеется, читателям взрослым. В ряду великих сатирических имен – Лукиана, Рабле, Вольтера, Франца, Салтыкова, Шедрина – у Свифта свой резко очерченный облик. Рабле бичует, не теряя при этом своей могучей жизнерадостности, своего душевного здоровья. Зрелище самых злейших недугов человека и общества не убивает в нем неистребимого аппетита к жизни, его смех от избытка сил. Смех Вольтера язвительней, ироничней. Вольтер тоже не теряет вкуса к жизни, но не от того, что так уж крепа к духам, а от того, что взирает несколько со стороны на несовершенство жизни человеческой. И он все же не настолько захвачен объектом своей сатиры, чтобы не испытывать при этом удовольствия от собственного остроумия, меткого словца удачного сравнения. Франц слишком скептичен, чтобы негодовать или страстно бичевать пороки. Он взирает на бессмысленное торжеще людского из своего кабинета, в котором много редких книг и произведений искусства. И возможность наслаждаться этим интеллектуальным пиршеством, смаковать плоды человеческой цивилизации, помогает ему забыть, что многие из них имеют горький привкус. Свифт раздражительен. Он ни на минуту не может отвлечься, забыться. Ничему не может радоваться и не успокоиться до тех пор, пока не изольет сполна всю чашу своей холодной испепеляющей ярости. В чем корни презрительного сарказма Свифта? Его негодование, его подчас почти безысходного пессимизма. В обстоятельствах общественной жизни его эпохи? В обстоятельствах его личной судьбы? Или, наконец, психологическом складе Свифта человека? Свифт прежде всего политический сатирик. Его жизнь, суждения и творчество неотделимы от социально-политических, национальных и религиозных конфликтов его времени. И вне этого контекста едва ли можно понять его творчество. Почти половина его жизни приходится на 17 век, эпоху, которая в истории Англии выделяется насыщенностью и драматизмом событий. Борьба английской буржуазии против абсолютизма и феодальных общественных устоев привела к революции и казни короля Карла I Стюарта. Причем в ходе этой борьбы все больше обнаруживались непримиримые разногласия и в стане самих восставших различия целей, которые преследовали в этой борьбе буржуазия и народ. Поражение кавалеров, феодальных защитников Стюартов не означало конца гражданской войны, которая с не имеющим ожесточением продолжалась затем внутри мятежной партии, пока не привела в конце концов к власти, возглавляемую Оливером Кромвелем партию индепендентов. Это означало победу умеренного крыла революционных сил и установление буржуазно-демократических свобод. Каждая из участвовавших в гражданской войне политических сил выступала одновременно и с религиозными лозунгами. Среди приверженцев Стюартов многие тайно или явно сочувствовали католической церкви, господству которой в Англии был положен конец еще в начале 16 века, когда государственной религией стала реформированная так называемая англиканская церковь. А в Ирландии католики и после революции по-прежнему составляли большинство коренного населения. Поэтому, а еще более из ненависти и страха перед революцией, католические государи Европы рьяно вмешивались в английские дела, помогая Стюартам. В мятежном стане различные группировки придерживались различных религиозных взглядов, образуя религиозные секты. И все они, как правило, непримиримо выступали не только против папистов, то есть католиков, но и против англиканской церкви, считая, что ее доктрина и обрядность недостаточно реформированы и мало чем отличаются от католической. Свергнув Стюартов, Кромвель одновременно аннулировал и господство государственной англиканской церкви. Сектанты назывались диссидентами, то есть несогласными, состоящими в расколе с государственной религией. С религиозными лозунгами на знаменах шли они в бой против короля и были убеждены, что права, за которые они борются, были дарованы Богом всем людям, что власть короля основывается на символическом договоре с подданными, и что государь, нарушивший этот договор, может быть низложен. Сторонники короля, впрочем, тоже были убеждены, что его власть от Бога и не подсудна людям. С суеверием католицизма противостоял фанатизм пуританских сект. Борьба за новые общественные отношения осуществлялась в костюмах и фразеологии. Почерпнутых из Библии, истовость и нетерпимость были в те дни необходимой эмоциональной пружиной английской революции, составляли ее своеобразие. Тогда каждый человек должен был решить, с кем он не только в политике, но и в религии. И определенная политическая ориентация, как правило, предопределяла и религиозную, и наоборот. В 1659 году умер Кромвель. Народ, ничего не получивший в результате революции, нещадно подавляемый за стремление к экспроприации собственности и полному равенству, отошел от борьбы. Вышел на время из игры. Последние акты драмы доигрывали с дворянством и буржуазией без его участия. И этим воспользовалась реакция. В 1660 году возвратились стюарты. Началась эпоха реставрации. Кромвель обезглавил Карла I. Стюарты выбросили из могилы останки Кромвеля и надругались над ними. Снова воспряли духом бывшие, приободрились католики. Двор и знать снимали пеньки и веселились, стремясь вознаградить себя за годы тревог и лещений. Суровый нравственный и религиозный ригоризм Пуритан уступил место необычайной распущенности нрава в знати, аристократическому вольнодумству и неверию. Политика стюартов настолько противоречила национальным интересам, что борьба против них объединила на время самые различные круги английского общества. В 1688 году Джеймс II Стюарт был неизложен и бежал во Францию. Попытка восстановить абсолютизм в его прежнем виде потерпела поражение. Если прежде революция, по мнению английской буржуазии, зашла слишком влево, дальше, чем ей тогда это было необходимо, то при стюартах все зашло слишком далеко вправо. Следовало найти тот компромисс, который бы в равной мере устраивал и лорда, и толстосума. Сговорившись между собой, эти политические силы и пригласили короля со стороны. Им стал приглашенный из протестантской Голландии принц Вильгельм Аранский, женатый на одной из дочерей свергнутого короля Марии. Англия стала конституционной монархией, а принятые вскоре парламентом законы о правах, о веротерпимости, о престо наследии и ряд других законодательных актов, призваны были утвердить порядок, устранявший некоторые препоны на пути дальнейших буржуазных преобразований. В истории Англии наступила новая эпоха. Кровопролитие гражданской войны сменилось политическим соперничеством и сварами двух сформировавшихся к этому времени партий – Вигов и Тори. Дух делячества и практицизма сменил патетику дней революции, и многие лорды и деревенские помещики соревновались с торговцами и спекулянтами в стремлении извлечь материальные выгоды из создавшейся ситуации. Теперь можно было поразмыслить над уроками прошлого и над тем, что ожидает Англию в будущем. Эпоха революции и гражданских войн знала немало свидетельств высокого героизма, благородного самоотречения во имя идеи самопожертвования. Но не меньше было и примеров вероломства, низости и предательства. Вчерашние соратники по борьбе становились заклятыми врагами и безжалостно уничтожали друг друга, не гнушаясь никакими средствами. Вчерашний борец против тирании короля Кромвель не прочь был затем присвоить себе этот титул. А вчера еще непокорный парламент верноподданнически просил его об этом. Сектанты, еще вчера преследуемые за свои убеждения, сегодня сами запрещали молиться инаковерующим. Существенно и то, что эта драматическая эпоха изобиловала неподобающие комическими деталями и нередко оборачивалась фарсом. В борьбе враждебных партий ничто не казалось слишком мелочным. Читатели Гулливера нередко полагают, что высоко и низко каблучники целиком плод неистошимого остроумия свифта. На поверку же оказывается, что реальность была куда изобретательной и смехотворней. И если кавалеры носили длинные локоны, то пуритане стригли волосы коротко под кружок, за что и прозывались круглоголовыми. Первые носили обувь с тупыми носами, а вторые в пику им с острыми. И высота тульи у шляп и расположение прорези карманов все становилось средством для выражения взаимной ненависти. Сама действительность подсказывала свифту трагикомический угол зрения на человеческую природу. Впоследствии он сам называл себя мизантропом и утверждал, что его суровые суждения о людях сформировались к 21 году и с тех пор оставались неизменными. И при всем том, говорю вам, что я вовсе не испытываю к человечеству ненависти. Ваш брат его ненавидит, потому что склонен считать людей животными разумными и негодует, обманувшись в своих ожиданиях. Я же всегда отвергал это определение и составил свое собственное. Он категорически отвергал столь распространенные в эпоху просвещения абстрактные рассуждения о человечестве и человеческой природе и ее свойствах вовше, как и всякие попытки характеризовать нации или профессии в целом и даже с присуши ему непримиримой резкостью утверждал, что ненавидит их. Я всегда ненавидел все нации, профессии и всякого рода сообщества. Вся моя любовь обращена к отдельным людям. Я ненавижу, например, по роду законников, но люблю адвоката имя рек и судью имя рек. То же самое относится и к врачам. О собственной профессии говорить не стану. Солдатам, англичанам, шотландцам, французам и прочим. Но прежде всего я ненавижу и презираю животное, именуемое человеком, хотя от всего сердца люблю Джона, Питера, Томаса и так далее. Таковы воззрения, коими я руководствовался на протяжении многих лет, хотя не высказывал их и буду продолжать в том же духе, пока буду иметь дело с людьми. Я собрал материалы для трактата, доказывающего ложность определения. Разумное животное. И покажу, что человек всего лишь способен размышлять. Свифт утверждал, что именно такая концепция человека лежит в основе его путешествий Гулливера. В оптимистическом хоре моралистов, философов и писателей английского просвещения голос Свифта звучал диссонансом. Постепенно за писателем утвердилась репутация человека-ненавистника. То и дело, оживляемое по сегодняшний день. Однако, друзья Свифта, те конкретные люди, которых он любил, спорили с ним. Если бы вы презирали мир, резонно возражал ему лорд Боленброк, как утверждаете, а быть может, даже и убеждены, что презираете, вы бы не обрушивались так на него. Во всяком случае, Свифт не льстил людям. Он предостерегал их от самообольщения. Он видел, как часто бессилен бывает разум в борьбе с человеческими страстями, с демонами насилия и ненависти. И считал своей целью не развлекать, а бичевать суровой и предостерегающей требовательностью. В эти же годы в основном сформировались не только представление Свифта о нравственной природе человека, но и его суждение об общественных институтах и английском политическом строе. И поскольку в то время было ходячей истиной, что общественные институты суть отражения нравственных качеств людей, то при столь критическом взгляде на природу человека, Свифт не склонен был идеализировать создаваемые людьми государственные учреждения. Его политические воззрения не отличались особой оригинальностью, но в них с самого начала наличествовали элементы, не позволявшие ему до конца разделить позицию как вигов, так и крайне правых Тори. Он осуждал диктатуру Кромвеля. По его мнению, это была власть фанатиков и сектантов. Меньшества над большинством нации. Не желавшие таких крайностей, он осуждал казнь короля и называл его мученик. Под всем этим мог подписаться любой Тори. Однако одновременно он осуждал попытки стюартов возродить неограниченную власть монарха. Не признавал божественного права королей. Был сторонником теории договора правителя и народа и считал, что нарушение его королем освобождает подданных от обязательств перед ним. В целом он принимал установившиеся в Англии в 1688 году строй, при условии, что будет сохраняться равновесие между тремя общественными силами королем палатой лордов и палатой общин, представляющие интересы большинства наций и предостерегал от нарушения равновесия в пользу любой из этих сил. При этом для него тирания пришедшего к власти большинства ничуть не лучше, а пожалуй, хуже тирании одного. А что касается лидеров Вигов и Тори, настаивавших на том, чтобы их приверженцы безоговорочно поддерживали политику своей партии, то Свифт, прибегая к распространенному в ту пору языку аллюзий, писал, «Я был бы весьма рад, если бы какой-нибудь фанатик привел мне веские доводы. Почему? Если Клодий и Курий разделяют некоторые мои взгляды, я обязан следствии этого слепо поддерживать их во всем». Правда, примкнув впоследствии к Тори, Свифт, видимо, пересмотрел это свое убеждение. Прошедшая эпоха в значительной мере предопределила также напряженный интерес Свифта к проблемам религиозным. Наконец, в эпоху гражданской войны оружием ожесточенной полемики служили сатирические листки агитационного содержания, разоблачительные характеристики политических деятелей, враждебного стана и памфлеты. Открытая тендензиозность этих инвектив, резкость и страстность полемики, в которой не подбирали слов и никого не щадили, вот где истоки излюбленных жанров Свифта и его полемических приемов, стократно усиленных талантом, темпераментом и мастерством писателя. Сыграли свою роль и обстоятельства его личной судьбы. В 1688 году Свифту исполнился 21 год. Он родился в Ирландии, а по происхождению своему был англичанином, то есть принадлежал к английским поселенцам, которых коренное население ненавидело как колонизаторов. Мало того, его семья была тесно связана с англиканской церковью. Дед писателя, англиканский священник, истовый приверженец королевской власти, при Кромвеле пострадал за свои убеждения и подвергался преследованию. Внук соорудил ему впоследствии надгробие. Сам Свифт окончил богословский факультет колледжа Святой Троицы в Дублине, являвшийся одним из очагов распространения протестанизма в Ирландии. Когда Джеймс II был низложен, ирландские католики, опасавшиеся усиления религиозных преследований, восстали. И по иронии судьбы будущий защитник ирландских свобод, Свифт, как англичанин и протестант, в числе многих других был вынужден бежать в Англию. Как видим, события английской истории XVII века, политические и религиозные распри, вызывали у писателя отнюдь не один только академический интерес. Они были частью его судьбы. Надо сказать, что Свифт был бедняк и рос сиротой. Обстоятельства его детства не совсем обычны и не до конца ясны. Его отец, младший судейский чиновник, умер еще до рождения будущего писателя. Одного года он был увезен кормилице в Англию и жил без матери, а средства на его воспитание и образование дал его дядя по отцу, Годвин. Изучением богословия Свифт не слишком себя утруждал, больше интересуясь историей и литературой. Возможно, что в молодые годы он еще не до конца осознавал неизбежность для себя церковной стези. Однако в те времена талантливому, образованному бедняку, помышлявшему о карьере и известной обеспеченности и независимости, помимо судебной должности иного не оставалось. Для этого необходимо было сдать магистерский экзамен. Свифт был удостоен этой степени в 1692 году в Оксфорде, а три года спустя расположен священник. Его последующая судьба, многие суждения и ряд сочинений так или иначе связаны с его саном служителя англиканской церкви, вновь восстановленной в период реставрации. Отчутившись в Англии в 1689 году без денег, без связи и без определенных планов, Свифт стараниями матери был пристроен в доме богатого вельможи, в прошлом видного дипломата сэра Уильяма Темпла, человека образованного и либеральных воззрений, в силу которых он счел для себя невозможным дальнейшую службу при стюартах и удалился на покой свое родовое поместье Мурпарк. Здесь на досуге он писал изящные и скептические эссе, посвященные разнообразнейшим проблемам политики, литературы и даже садоводства. Его навещали видные политические деятели партии Вигов, ища совета или поддержки. Здесь бывал даже будущий король Англии Вильгельм Уранский. Темпл знавал его бытно свою послом в Голландии. Здесь обсуждались, а иногда и вершились вопросы высокой политики. В Мурпарке и провел Свифт почти 10 лет поначалу в очень уязвлявшей его гордость и самолюбие роли молодого человека для разного рода домашних поручений и услуг. Постепенно Темпл испытывал к нему все большие расположения. Свифт стал его секретарем. Он помогал Темплу в его литературных занятиях, одновременно читая запоем и восполняя пробелы своего образования. Желая обрести самостоятельность, он дважды покидал своего патрона и недолгое время был священником небольшого церковного прихода в Ирландии. Но после Мур-парка, где он впервые окунулся в столь необходимую ему атмосферу политических и литературных интересов, жизнь деревенской глуши среди враждебно настроенных католиков и приверженцев диссидентских сект, проповеди в пустой церкви показали Свифту тягостным прозябанием. Он был не только самолюбив, но и честолюбив, и сравнивая свои дарования и общественное положение с дарованиями знатных посетителей Мур-парка, который для того, чтобы получить столько благ, потрудились только родиться, испытывал горечь. Эта горечь долгие годы отравляла ему существование и настраивала на мрачный лад. Ему еще не раз суждено было переживать крушение своих честолюбивых надежд и планов. Темпл отправил его как-то королю со своим проектом, и Свифт надеялся выхлопотать себе во время аудиенции подходящую должность, но король предложил ему чин капитана кавалерии. В 1699 году Темпл скончался. Он завещал Свифту отредактировать и издать свои произведения. Свифт выполнил его волю и первый том снабдил комплементарным посвящением королю. Однако Вильгельм III не вовремя умер, упал в слушании. В итоге Свифту пришлось удовольствоваться местом домашнего капеллана у лорда Беркли, с помощью которого он получил наконец церковный приход Лара Корр. В нескольких часах езды от Дублина, ставши одним из его прибежищ до конца дней. Ему было уже 32 года. Именно в этот момент Свифту представилась возможность выступить на политической арене и обратить на себя внимание. В это время произошла очередная межпартийная свара. Наиболее реакционные тори обвинили четырех вигов во главе с лордом Сомерсом, тем самым, которому посвящена сказка бочки в государственной измене, за то, что они скрепили без ведома парламента тайный договор Вильгельма III с Голландией и Австрией против Франции. Надвигалась война с Францией за испанское наследство. Свифт увидел в происках Тори попытку нарушить равновесие сил и навязать свое господство. Вот почему он спешно выпускает анонимно свой памфлет «Рассуждение о раздорах и разногласиях в Афинах и в Риме» в 1701 году. Памфлет вышел весьма своевременно и оказал вигам немалую услугу. Те стали разыскивать автора, который, впрочем, не очень скрывал свое имя. Так начался период почти десятилетней близости Свифта к Вигам, выражавшим интересы деловых и коммерческих кругов Англии. Он то и дело приезжает в Лондон, надолго покидая свой приход. В Ирландии он томился и чувствовал себя неуютно, хотя там в это время поселился самый близкий и преданный ему человек Мисс Эстер Джонсон, которую Свифт ласково нарек именем Стелла, то и звезда. Она была почти на 14 лет моложе его, и ей не было по-видимому и 10 лет, когда Свифт стал ее учителем и воспитателем в доме Темпла, где она жила. Постепенно уважение к своему наставнику перешло в преданную любовь. В Ирландии эта красивая и умная женщина прожила до конца своих дней рядом с любимым человеком. Это были необычные и нелегкие отношения, о характере которых можно строить лишь догадки. Свифт, несомненно, был к ней привязан, заботился о ней и опекал, многое ей поверял. Насколько вовсе был способен к откровенности этот достаточно замкнутый человек. Но жили они лишь вблизи друг друга, часто видаясь, но всегда в присутствии третьих лиц. Счастье жены и матери Стелли не суждено было узнать. И долгие месяцы, а иногда и годы, она довольствовалась лишь письмами Свифта. В Лондоне он бывает в это время у лордов Сомерса, Галифакса и прочих. Близко сходится с литераторами вегистского лагеря, впоследствии известными журналистами Адисоном и Стилем. За ним все более упрочивается репутация блестящего собеседника. Его остроты и каламбуры повторяют в лондонских кофейнях, излюбленных местах время пропровождения людей самого разного толка. Но особенно возросла его литературная репутация после опубликования в 1704 году тоже анонимно давно уже написанной «Сказки Бочки», выдержавшей к 1710 году пять изданий и сразу поставившей Свифта в первый ряд английской литературы. «Сказка Бочки» написана необычно. В первоначальном восприятии читателя она распадается на две, как будто мало связанные, хотя и перемежающиеся друг с другом части. Одна представляет собой притчу, повествующую о приключениях и последующей вражде трех братьев, в которых аллегорически воплошены три основных христианских вероучения в Европе католицизм Петр и отколовшиеся от него в результате реформации кальвинизм и в том числе пуританские секты в Англии Джек и более умеренное лютеранство и англиканская церковь Мартин. Цель этой части о смеянии нелепости и извращении в религии. Вторая часть книги представляет собой ряд постоянно прерывающих эту притчу отступлений, как будто нарочно вставленных для того, чтобы сбить читателя с толку и сделать композицию книги хаотичной. Отсюда и название «Сказка бочки», что по-английски означает «бессвязная болтовня», «мешанина». На самом деле все эти предисловия, посвящения и отступления тоже имеют свою общую тему и цель. Осмеяние всякого рода нелепости в науке, образованности и особенно в современной литературе. Дополняя друг друга, эти две темы одинаково важны, дают картину современной духовной жизни в целом, как она представляла Свифту. Книга написана якобы не Свифтом, а одним из нынешних писак, человеком беззастенчивым, циничным и откровенным. И пишет он по заказу и на потребу таким же умникам, как он сам, для того, чтобы отвлечь их от опасных размышлений о государстве, подобно тому, как киту, преследующему корабль, бросают бочку. Дабы отвлечь его, в этом заключен второй смысл названия книги. Свифт постоянно прибегал к такому приему. Многие его произведения написаны от лица вымышленного персонажа, хирурга и капитана Гулливера, ирландского торговца тканями, письма суконщика и прочее. Он любил мистифицировать читателя, да к тому же, если учесть характер его писания, так было безопаснее. Однако, этот рассказчик чаще всего не столько полнокровный характер, сколько маска, которой Свифт то прикрывает свое лицо, и тогда он подделывается под тон своей маски, резко утрируя его, то снимает его. Он словно прикинулся на время одними из современных писак, чтобы изнутри изобличить их сервилизм, самоуверенность и духовное убожество. При этом образ рассказчика все время трансформируется у нас на глазах. Только что это был разглагольствующий щелкопер с граб стрит, а вот это уже скорее мотник из кофейни Билля, воспринимающий весь мир своими утлыми мозгами сквозь призму своего конька, наряды, ткани, украшения. И вот уже возникает мысль, что люди различаются лишь платьем и знаками отличия, которые ценятся в этом мире больше, нежели сам человек. И уже не мэр носит то-то и то-то, а сочетание такой-то одежды составляет мэра. Сколько в этом глубокого и горького прозрения, и оно уже явно принадлежит самому Свифту. Кроме того, у Свифта всегда нелегко определить, говорит ли он в данный момент всерьез или морочит голову, улыбается или его лицо сведено гримасой отвращения, говорит от себя или кого-то передразнивает. И читателю надобно постоянно иметь это в виду. В притче Свифт сначала сводит счеты с католицизмом, главы 2 и 4 Петр прежде всего мошенник, способный на любые фальсификации, готовый на любые извращения христианской веры ради выгоды, обогашения, укрепления своей власти. Затем с удивительной изобретательностью и остроумием высмеиваются многие нелепости католических обрядов и самой ортодоксии, отпущение грехов, святое причастие, исповедь, торговля индульгенциями и так далее. В главах 6 и 11 Свифт изображает реформацию и здесь объектом сатиры становятся фанатики Пуритании. Сюда же относится изображение основанной окончательно рехнувшимся Джеком секты эулистов, глава 8. И, наконец, в главе 9 эта тема все более расширяется, далеко выходя за пределы чисто религиозной проблематики. Безумны не только сектанты, религиозные кликуши, не способные внять ни доводом рассудка, ни логики, ни свидетельством собственных органов чувств, и потому особенно опасны. Безумен весь современный мир, где сколько угодно таких же фанатиков, предпочитающих руководствоваться в своих действиях не конкретной реальностью, а своими бредовыми фантазиями и слепым энтузиазмом. При этом причины, вызывающие безумие у людей простых и сильных мира сего одинаковы, но только последствия его различны, ибо безумцы, обладающие властью, могут беспрепятственно осуществлять свои бредовые идеи. Речь в сущности идет о том, какой дорогой ценой расплачивается человечество за бредни всякого рода маньяков. Эта глава кульминация всей книги и ее тон в основном дерзостно развязный и даже нагловато циничный, не следует забывать, что в ней большей частью материал подается от лица развязно самодовольного и бесстыдно откровенного умника, усвоившего манеру аристократов либертинов эпохи реставрации, когда за словом в карман не лезли и ничего не стеснялись. Сменяется подчас нотами гневными и скептическими. Если мир безумен, стоит ли докапываться до сути вещей? Не лучше ли довольствоваться видимостью, не заглядывая вглубь, тещиться иллюзиями? И разве быть счастливым это не значит быть ловко околпаченным, то есть не видеть того, что делается вокруг, испытывать благостно спокойное состояние дурака среди плутов. Вот почему глава завершается предложением автора отправиться в Бедлам. Среди его обитателей можно найти немало превосходных кандидатов на высшие гражданские, военные и прочие государственные должности. Кому ж, как не безумцам, управлять этим свихнувшимся миром? И в этом выводе есть своя логика. Глава предвосхищает самые горькие страницы четвертой части Гулливера, а читателю двадцатого века, пережившему безумие фашизма, слушавшему разного рода кликушеские речи и наблюдавшему массовую истерию толпы, внимавшей этим речам, перед которой бледнеет секта эулистов, мрачная фантазия великого сатирика не представляется чрезмерной. Здесь есть над чем поразмыслить и сегодня. Картина религиозного и социального изуверства дополняется в отступлении характеристикой состояния современной свифту науки и особенно изящной словесности. Они значительно более полемичны и злободневны и нередко прямо метят в определенных философов, писателей и критиков. Дело в том, что в пору работы Свифта над сказкой бочки в Англии вновь оживился так называемый спор о старых и новых книгах, перед тем развернувшийся во Франции, где некоторые писатели отдавали решительное предпочтение литературе века Людовика XIV перед античной. Темпл принимал участие в этом споре и при всем пиотете перед великими французскими драматургами и поэтами XVII века он все же отдал предпочтение писателям античности. Однако в пылу полемики он допустил промах, сославшись в качестве примера превосходства древних на произведения, которые, как в тот час доказали его оппоненты, было более поздней подделкой. Темплу приходилось туго и Свифт выступил в поддержку своего патрона с тем большим пылом, что и сам он предпочитал древних, на коях был воспитан. Однако пеньки и оплеухи, которыми он награждает ученых-педантов, лишь частность в этом широком и беспощадном обзоре. Эти главы изобилуют псевдо-ученой Галиматьей для псевдо-ученых дураков, книжных червей, не умеющих наслаждаться ясной и простой мудростью. Пусть себе роются в книгах в поисках использованных автором источников и пусть тщеславятся своим начетническим глупокомыслием, а то еще пусть подсчитают, сколько раз повторяется в книге каждая буква, вычислят разницу и определят причину, чем и вознаградят себя за труд. Свифт предвидел, что гейлертерство в науке еще долго не переведется. Достается здесь и современным критикам. Они да не признают древних, а между тем те прекрасно знали им цену и еще тогда разделали их под орех и иначе как ослами не изображали. Впоследствии автор тут же подтверждает над дерганными и произвольно истолкованными цитатами, как это делают современные критики. Достается и писательской братье, вечно грызущейся между собой и невежественным читателем. При этом Свифт ставит перед собой подчас одновременно несколько как будто взаимоисключающих друг друга задач. Его текст имеет несколько слоев и в этом можно убедиться на примере посвящения книга-продавца лорду Соммерсу. На первый взгляд перед нами казалось бы не посвящение а рассказ о том как бедняга книга-продавец мыкался не зная как его сочинить. А тем временем он ловко и умело осуществлял свою цель. И к концу этого посвящения читатель чувствует что его провели околпачили что этот книга-продавец совсем не так прост что он в этом посвятительном жанре что называется собаку съел и пока прикидывался неумелым простаком выложил таки весь положенный инвентарь лесных слов. Перед нами и пародия на посвящение их авторов и ироническое наставление о том как их писать и одновременно все же лезть лорду Сомерсу. Для того чтобы все это сочетать необходим был не только талант но и виртуозное владение приемами литературной кухни той поры. Не случайно перечитав на склоне лет сказку бочки Свифт воскликнул Боже милостивый до чего же я был талантлив когда писал эту книгу. Помимо прочего Свифт обнаруживает здесь поразительную осведомленность в море книг своей эпохи да и не только своей начиная от дожившихся свой век последних опусов алхимиков мистиков и теологов и вплоть до трудов философов и писателей античности и нового времени в самых разных жанрах литературы от лучших ее образцов и вплоть до низкопробных ремесленных поделок. Сказка бочки удивительный сплав этого разнородного материала. Свифт показал что многое современной ему литературе в характере и уровне мышления в средствах изжило себя и своей книгой он подводит своеобразный итог литературы 17 века с тем чтобы открыть перед нею новые горизонты. Сказка бочки не только принесла Свифту известность и вызвала ненависть к нему со стороны католиков Папа Римский внес ее в индекс запрещенных книг и фанатиков Пуритан но послужила также поводом для обвинения в подрыве авторитета религии вовсе и англиканской церкви в частности отчего Свифт всячески открешивается в апологии автора написанной позднее справедливы ли эти обвинения искренние ли его оправдания Мартин олицетворяющий в книге англиканскую церковь фигура маловыразительная а его поведение отличается благоразумной сдержанностью и не подвергается насмешке и только однако когда например желая посмеяться над католическими баснями Свифт пользуется образом коровы под коем подразумевает Божью Матерь а крест на котором был распят Иисус фигурирует под видом указательного столба то вольно или невольно он компрометирует святыня христианской веры вовсе когда он сообщает что Джек прежде чем отправиться по нужде справлялся в завещании то есть Библии то тем самым Библия включается им в непоправимо смехотворный контекст объективно сказка бочки книга антирелигиозная субъективно свифт не имел такого намерения верил ли он разумеется о вере безотчетной наивной не может быть и речи а вера фанатическая вызывала у свифта отвращение для него церковь была институтом в первую очередь политическим и нравственным и чем дальше тем более серьезно относился он к этой ее роли именно разногласия по вопросам религии явились одной из главных причин приведших его к разрыву с Вигами одной из главных но не единственной в 1707 году Свифт в очередной раз приехал в Лондон с важной на этот раз миссией ирландские епископы поручили ему хлопотать перед министерством Вигов об отмене взимавшегося с церкви в пользу короны налога несколькими годами ранее такой же налог в Англии был отменен зная о близости Свифта к Вигам о его репутации влиятельного публициста они сочли его самым подходящим худотаем Свифт и сам надеялся на успех который упрочил бы его положение в ирландской церкви однако его хлопоты ни к чему не привели и Свифт был чрезвычайно уязвлен такого он не прощал внешняя политика Вигов тоже вызывала у него все более критическое отношение уже несколько лет шла война за испанское наследство ознаменовавшаяся на первых порах внушительными победами одержанными англичанами под командованием герцога Мальборо одного из лидеров Вигов победы тещили национальное самолюбие и подогревали аппетиты Англии и ее союзников Австрии и Голландии французам ставились теперь такие условия которых те никак принять не могли и война грозила стать бесконечной впрочем Вигов и гревших руки на их политике всякого рода спекулянтов поставщиков для армии и финансистов это немало не беспокоило война являлась еще одним источником наживы государство вынуждено было прибегать к займам выпущенные им процентные бумаги скупала группа заранее осведомленных обо всем дельцов государство становилось их должником и выплачивало им огромные суммы в виде процентов деньги стали приносить деньги теперь можно было обогащаться не увеличивая и не производя реальных продуктов для свифта это было противоестественно и чревато неминуемым крахом что впрочем не помешало ему купить дутые акции компания южных морей впоследствии позорно обанкротившийся для него источником реальных ценностей была земля земледелие и сословия с ним связанные английские эскуайеры и фермеры интересы этих слоев выражали Тори это и был для него народ развращаемый и разоряемый спекулянтами и дельцами перед лицом угрозы нравственного разложения и полного небрежения общественным долгом ради выгоды и личного преуспеяния церковь в его глазах становилась тем институтом который мог этому противодействовать вот почему он выступал в эти годы с памфлетами против допушения диссидентов на государственную службу против открытой проповеди ими своих верований против деистов и атеистов и в том числе против выдающихся английских философов в той поры Толанда Тиндаля и Коллинза он даже требует установления контроля над религиозно-нравственным поведением людей которое должно быть критерием при назначении их на должность и несмотря на все это многие собратья Свифта по клиру считали его и не без основания неверующим у него был слишком беспощадный аналитический ум не оставлявший места для иллюзии и веры и к своим взглядам на роль церкви он пришел чисто логическим путем не зря он настаивал на том что человек обязан исполнять религиозные обряды независимо от того верит он или нет с вигами ратовавшими за отмену религиозных ограничений требовавшим продолжения войны и оскорбившими его самолюбие ему все больше было не по пути так или иначе когда в 1710 году королева Анна сменившая в 1702 году Вильгельма III на престоле распустила кабинет Вигов и к власти пришли Тори Свифт вполне был внутренне готов к тому чтобы примкнуть к ним Тори глава их нового кабинета Роберт Харли впоследствии граф Оксфорд и его сподвижник Боленброк все это учли талант Свифта его перо необходимы были им до крайности положение Тори было весьма шатким а позитивной программы у них сущности не было никакой неземельным интересом суждено было определять экономическое и политическое развитие Англии в будущем и в этом отношении политика Вигов при всей их демагогии беспринципности и беззастенчивом обогащении более соответствовало духу времени драма Свифта заключалась в том что облик торгашеской буржуазной Англии внушал ему все более отвращение а иной альтернативы кроме союза стори партии в основном охранительного толка с ее лозунгами вчерашнего дня у него не было он с самого начала не разделял упование своих современников просветителей на благие последствия буржуазного прогресса и оказался поэтому особенно проницателен в предвидении всех грядущих зол но его позиция была одновременно чревата чувством безысходности впрочем дело сатирика не в том состоит чтобы рисовать каким общество должно быть в идеале а в том чтобы показать каким оно не должно быть и к этому Свифт вполне был подготовлен своими взглядами и жизненным опытом почти 4 года Свифт находился у вершин власти он редактировал журнал исследователь а точнее говоря сам писал все его номера сочинял памфлеты вел беспощадную полемику трудился денно и нощно этот напряженный труд имел целью скомпрометировать вигов в общественном мнении и за дня в день с поразительной настойчивостью Свифт утверждал что клика вигов пренебрегала интересами страны народа что союзники англии в войне переложили на нее все бремя и предоставили ей тащить на них каштаны из огня наконец что бесконечная война и это был единственный козырь в политике Тори ведет страну и народ к разорению в 1713 году мирный договор был подписан Свифт казалось бы мог торжествовать ведь том была и его немалая заслуга все эти годы он ежедневно бывал при дворе обедал и ужинал в обществе министров и высшей знати теперь многие добивали знакомства с ним просили похлопотать для них о должностях и пенсиях и он многим помогал вот только себе он не мог помочь желанный епископат так и остался недостижим за все услуги он получил должность настоятеля собора святого Патрика в Дублине это означало вежливую ссылку ханжа на троне королева Анна так и не смогла простить ему сказку бочки как не могла простить Гулливеру королеву Лилипутии несколько вольного способа тушения пожара в ее дворце вот почему автор Гулливера с таким гневом говорит там о неблагодарности как наихудшим из пороков и все же биографы нередко преувеличивают степень влияния Свифта на государственные дела и его осведомленность в них нет он не был министром без портфеля ему сообщали лишь то что считали нужным сообщить он не ведал у тайных переговоров Болемброка со Стюартами тактика проволочек Оксфорда заигрывавшая со своими противниками на случай своего возможного падения рождала подчас у Свифта наихудшие подозрения печатание его памфлетов задерживалось потому что его патронам было недосуг прочитать их он был слишком непримирим и беспощаден и заходил в своей борьбе против вигов значительно дальше чем Оксфорду того хотелось в своих ежедневных подробных деловых и шутливых ласковых и печальных письмах к Стелле составивших целый том дневник для Стеллы он то и дело жалуется что устал от двора и министра что не верит их обещаниям и постарается уехать из Лондона при первой же возможности но уехать не хватало силы воли до вершения всего между Оксфордом и Болемброком началась вражда поставившая министерство на грань катастроф которую довершила неожиданная смерть королевы к власти снова пришли виги и надолго королем согласно акту опреста наследия стал Георг Первый немецкий князек из Ганновера Оксфорда обвинили в государственной измене ему грозила казнь Болемброк бежал во Францию Виги сводили счеты Свифт достойно доиграл свою роль когда Оксфорда приговорили к ссылке в его поместье Свифт выразил готовность сопровождать его не потому что он так уж почитал Оксфорда теперь когда он несколько лет наблюдал все вблизи иллюзий не осталось никаких просто надо было сохранить самоуважение но в душе осталось горечь и разочарование ему и после казалось что самый значительный период его жизни позади даже таким проницательным людям свойственно заблуждаться в самооценках что впереди его ждет лишь прозябание в нищем дублине в несчастной Ирландии в 1714 году он покинул Лондон Свифту доселе так часто презрительно отзывавшемуся в письмах на вести о разногласиях в ирландском парламенте какое они могут иметь значение если парламент бесправен и никто с ним не считается третировавшему отклики дублинцев на события в Лондоне или их суждения об его памфлетах какие могут быть суждения у этих провинциалов и какой интерес могут представлять суждения людей смирившихся со своим рабством суждено было теперь разделить их участь это было тем более нестерпимо что его предки были англичане и он лишь имел несчастье родиться в Ирландии выходит что человеку достаточно переплыть пролив отделяющий Англию от Ирландии чтобы тот час лишиться всяких прав и если англичане живущие в Ирландии терпят это то они не достойны другой участи страна которой управляют издалека как с летающего острова в Лапуту которой указывают что есть сеять и чем торговать которую нещадно грабят ее лендлорды проживающие в той же ненавистной Англии вот что представляла собой Ирландия Свифт не мог с этим смириться сочувствие сменялось презрением и тогда он требовал чтобы его останки не смели хоронить в этой земле рабов а презрение уступало чувству общности его судьбы со всеми кто здесь живет не только с выходцами из Англии но и с последними беднейшими ирландскими батраками после нескольких лет чрезвычайно уединенной жизни когда он мысленно и письменно подводил итоги прошлого и присматривался к окружающему он вышел из оцепенения и выступил в своей новой и самой замечательной роли борца за право Ирландии и ее народа он публикует в 20-е годы ряд памфлетов действия которых можно уподобить набатному колоколу придравшись в сущности не к такому уж важному поводу бывали дела и похуже ирландцам отказали вправе чеканить мелкую разменную монету и вместо них выдали патент на чеканку монеты некоему вуду свифт решил разоблачая эту аферу раскрыть ирландцам всю унизительность их положения пробудить в них национальное самосознание призвать к сопротивлению в памфлетах обращенных в первую очередь к простым людям страны от лица якобы одного из них дублинского торговца мануфактуры отсюда их название письма суконщика он старается в самой безыскусной доходчивой форме растолковать ирландцам что люди в течение продолжительного времени привыкшие к притеснениям постепенно утрачивают самое понятие о свободе что всякое управление без согласия управляемых есть рабство и что по законам бога природы и человека ирландцы должны быть такими же свободными людьми как их братья в Англии своими памфлетами Свифту удалось на время добиться казалось бы невозможного в Ирландии раздираемые всякого рода рознию английские поселенцы и коренные жители виги и тори католики и сектанты пуритане люди разных сословий объединились впервые почувствовал общность своих интересов в результате афера Вуда провалилась Лондон был вынужден уступить Свифт стал для ирландцев символом борьбы за их попранные права а его идеи оплодотворили последующую борьбу ирландских патриотов в Англии он был памфлетистом одной партии в Ирландии стал выразителем интересов целого народа эти годы знаменуют вершину не только общественной деятельности Свифта но и художественной в 1726 году в Лондоне были анонимно опубликованы путешествия Гулливера покидая Лондон в 1714 году он ошибся в своих прогнозах и не будь этого последнего ирландского периода Свифт едва ли занял бы такое место в истории мировой литературы и мысли об авторе впрочем догадывались и Свифт стал свидетелем огромного успеха своей книги но это были последние радости озарившие его старость национальное движение в Ирландии вновь надолго затихло и это давало Свифту повод для сарказма и пессимизма постепенно уходили из жизни немногие близкие люди в 1728 году умерла Стелла а несколькими годами ранее еще одна беззаветно любившая Свифта женщина мисс Эстер Ванномри или как он ласково ее называл Ванесса она тоже была его духовной ученицей и тоже последовала за ним в Ирландию и только здесь узнала о существовании Стеллы и о неосуществимости своих надежд драма разыгравшаяся между этими тремя людьми окутана тайной тем больше домыслов она вызывает сохранили столько письма Ванессы к Свифту полные упреков и завещания в котором среди прочего она оставляет всем близким и дальним по кольцу со своим именем всем кроме Свифта которого не упоминает не будем произносить приговоры и заниматься банальным морализаторством преданная любовь к Свифту двух женщин несомненно незаурядных и много моложе его еще одно свидетельство огромной притягательности Свифта человека ему суждено было прожить еще много лет и написать много различных произведений и в том числе горько ироническую поэму на смерть доктора Свифта в которой он подводит итог своего пути и творчества он вел все более замкнутый образ жизни понуждаемый к тому среди прочего болезнью от которой страдал всю жизнь приступами головокружения он предвидел что его ожидает тяжелый конец и завещал свое состояние на постройку дома для умалищенных он похоронен в соборе Святого Патрика рядом со Стеллой и латинская эпитафия на надгробной плите сочиненная им самим лаконично и точно выражает смысл его жизни жестокое негодование не может больше терзать его сердце иди путник и если можешь подражай ревностному поборнику мужественной свободы в сознании поколений читателей Свифт прежде всего автор путешествий Гулливера его книга представляет собой сплав разных жанров литературы это во-первых описание путешествий такие описания подлинные или вымышленные во множестве печатались в то время и пользовались большим успехом читатели в массе своей были достаточно доверчивы и от таких книг требовалась детальность изображения флоры и фауны дальних стран насыщенность фактами подробностями быта обрядов их обитателей туземцев и если автор уверял что все это он видел собственными глазами то читатель на него полагался Свифт превосходно воспроизводит повествовательную манеру этих книг его Гулливер щеголяет морскими терминами прилагает карты и очень хлопочет об исправлении существующих автор выказывает удивительную способность сживаться в самую невероятную ситуацию и последовательно преображать предмет за предметом и все мыслимые положения будь то бытовые или общественные в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами обычный человек среди лилипутов среди великанов и так далее свифт словно предлагает читателю условия игры предлагает поверить в магическое если бы и с невероятной комической серьезностью и дотошностью все трансформирует тогдашние читатели не приняли бы книгу всерьез если бы им сказали что это выдумка они ценили доподлинные свидетельства очевидцев не зря некий ирландский епископ счел необходимым всерьез заявить что книга полна невероятных выдумок и что до него то он едва ли поверит в ней хотя бы одному слову но уже одно то что почтенный епископ счел необходимым об этом заявить свидетельствовало о полном успехе замысла свифта с тех пор много воды утекло и теперь правила игры предложенные свифтом его магическое если бы принимают на веру только маленькие дети а взрослый читатель видит в книге то что замыслил автор пародию на жанр путешествий и заодно на Робинзона Круза свифт терпеть не мог его создателя считал его продажным писакой хотя оба одновременно сотрудничали с министерством Оксфорда с той лишь разницей что свифт делал это открыто и был впускаем через парадную дверь а Дефо тайно и навещал своего патрона приватно Гулливер как и Робинзон тоже щет себе одежду из шкур мастерит мебель и строит жилище и лодку но только в отличие от Робинзона ему помогает при этом серый лошак от других путешествий книгу свифта отличает еще одна важная особенность там читателю представляют страны ему неведомые а здесь он постепенно убеждается в том что его надули везли далеко а привезли в до тошноты знакомые места и показали до отвращения знакомые нравы вернее говоря читатель прежде не сознавал насколько эти нравы и общественные учреждения отвратительны он привык к ним претерпелся не мог себе представить что можно взглянуть на вещи иначе с другой точки зрения ведь для этого необходимы самостоятельность мышления фантазия у свифта того и другого ход отбавляй он пользуется приемом отстранения то есть представляет привычное примелькавшееся и потому кажушееся естественным единственно возможным а значит и правильным ведь такова инерция традиционного мышления в необычном ракурсе и тогда даже такому заурядному человеку как гулливер а ведь открыть глаза на все необходимо именно среднему человеку такие как свифт в этом не нуждаются он уже всего насмотрелся и пришел к выводу что жизнь это не фарс а шутовская трагедия то есть наихудшие из видов сочинительства не хочется жить среди себе подобных и возвращаться в англию таким приемом широко пользовались и другие писатели 18 века какими покажутся европейские нравы человеку другой цивилизации персу например монтеские персидские письма или естественному человеку выросшему среди природы вольтер простодушный а может жителю другой планеты у свифта иной вариант но суть художественного приема и цель те же сначала он словно меняет линзы через которые его герой рассматривает людей а затем и просто переворачивает привычные отношения и мы попадаем в мир где все шиворот на выворот и разумные животные управляют одичавшими оскотинившимися людьми путешествие гулливера одновременно книга фантастическая но только фантастика в ней необычная и необычность ее в том что свифт в этом придуманном им мире принципиально не пользуются предметами необычными небывалыми которые фантастика конструирует из элементов реального мира но только соединенных друг с другом самых неожиданных в реальности ненаблюдаемых сочетаниях как например пушкинский полужуравли и полукот так в стране великанов герой видит мух и ос крыс и лягушек кошек и собак и все это вплоть до прозаического вырванного зуба отличается только своими огромными размерами вследствие чего герой вступает с этими предметами и существами в необычные отношения вот на чем играет фантазия автора его ирония лошадь ловко продевающая нитку в иголку вот что дает пищу детскому воображению есть в книге и научная фантастика в третьей части и утопия или вернее антиутопия в четвертой потому что классическая утопия Мора Кампанеллы и других как правило показывала читателю человека и общества такими какими они должны и могут быть в грядущем в идеале противопоставленном тому что есть Свифт же показывает какой деградации могут привести людей некоторые тенденции заложенные в реальной современной ему цивилизации и в самой природе человека если они восторжествуют есть в книге элементы политического памфлета особенно в первой части написанной по свежим следам событий здесь Свифт конечно метит и в своих конкретных врагов намекает на определенные события но делает это в достаточно обобщенной форме и поэтому его сатира с равным успехом поражает других политических деятелей и политические нравы подобного житолка любопытно что когда переводчик книги на французский язык осмелился самовольно сократить ряд эпизодов как представляющих чисто английский местный интерес и к франции касательства не имеющих о чем он уведомил Свифта тот раздраженно заметил ему что если бы сочинения Гулливера предназначались только для британских островов то этого путешественника следовало бы считать весьма презренным писаком одни и те же пороки и безумства царят повсеместно по крайней мере в цивилизованных странах Европы и сочинитель имеющий в предмете только определенный город провинцию царство или даже век не только не заслуживает перевода но и прочтения наконец книга Свифта открывает собой еще один жанр распространенный в литературе 18 века философскую повесть с характерной для нее заданностью сюжета отдельных эпизодов и образов призванных наглядно проиллюстрировать определенную мысль философский или нравственный тезис концепцию человека и общества так сопоставление лилипутов и великанов помимо прочего должно проиллюстрировать мысль об относительности многих человеческих оценок и представлений в том числе например суждений о богатстве силе величии и красоте что незаметно у лилипуток отвратительно у великанж даже слывущих красавицами а большинство опытов проводимых учеными академии лага до иллюстрирует мысль о бесплодности науки оторванной от конкретных жизненных потребностей и так далее и в этом отношении сам Гулливер фигура достаточно условная о которой едва ли можно говорить как о цельном характере развивающемся обретающем жизненный опыт в ходе своих приключений и в последней части все более сближающимся с самим автором Свифтом последнее сопоставление особенно соблазнительно ведь и Свифт по масштабам своего таланта ума и проницательности на фоне своих современников кажется нам неким гигантом и все же такое сближение не имеет под собой почвы Гулливер почти в каждой части а иногда и в эпизоде другой он тоже служит каждый раз иллюстрации определенной мысли в первой части это любознательный добродушный и несомненно очень дюжинный обычный человек и если ему открылось в какой-то мере ничтожество страстей и дело окружающие его мелюзги бессмысленность их политических и религиозных распри и войн непомерная амбиция тщеславие и лицемерие их монарха интриги и коварства придворных то лишь потому что Свифт предоставил этому дюжинному человеку возможность взглянуть на дела человеческие сверху вниз сам автор и без того это знал и в такой трансформации не нуждался но зато как кротко и покорно ведет себя человек гора перед нами постепенная духовная капитуляция Гулливера и Свифт возможно хотел проиллюстрировать мысль что жалкая ничтожная среда быстро подчиняет человека своему образу мыслей и действий заставляет капитулировать перед ней превращает духовного пигмея а это пострашнее нежели ростом не выйти во второй части меньше завуалированных политических намеков на английские и европейские дела и значительно больше забавных приключений с обезьяной кошкой лягушкой и прочими Гулливер здесь сметлив и даже храбр но что толку легко казаться смелым и сильным среди малюток там можно возыметь преувеличенное представление о своих возможностях а вот куда труднее отстоять свое достоинство среди существ от малейшей прихоти которых зависишь тут каждая мелочь требует напряжения всех сил и даже подвига и все равно кажешься смешным отныне он лилипут и размерами и разумением он неудержимо хвастает превознося английские порядки и без зазрения совести восхваляет достоинства дворян духовенства судей и прочих и тут опять следует все понимать наоборот впоследствии беседуя с лошадью он будет беспощадно разоблачать те же самые порядки но не потому что прозрел за это время просто в первом случае нам демонстрирует рабский извращенную психологию рядового человека который вопреки очевидности ему достаточно хорошо известный из ложно понимаемого чувства чести выражаемого словами и мы не лыком шиты будет самозабвенно лгать полагая что этого требует от него долг солидарность с себе подобными наконец самоуважение ради гулливер и сам признается что старался скрыть слабые и уродливые явления в жизни своей родины отступил от истины выставляя все в самом благополучном свете и свифт изображает его в последних эпизодах с ясно различимым презрением в четвертой же части у гулливера иная задача ему хочется остаться среди лошадей и доказать что у него нет ничего общего с отвратительным еху отмежеваться одних так что здесь можно дать себе волю и высказать то что думаешь о себе подобных на самом деле а что думает об Англии ее истории и порядках сам свифт это высказывает за него во второй части король великанов мудрый гуманный терпимый руководствующийся в управлении страной только здравым смыслом да мыслью что тот кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два окажет человечеству и своей родине большую услугу чем все политики вместе взятые к этой мысли прославляющий созидательный труд приводит и Вольтер своего кандида в центре третьей части несколько более хаотичной и разноплановой сравнений с другими стоят проблемы науки власти и истории здесь образ Гулливера тускнеет и временами начисто утрачивает свою характерность присущая ему простодушное изумление человека открывающего новый мир изложение здесь часто более деловитое сухое а иногда на острове волшебников например мы слышим иронический или гневный голос самого Свифта сатирик быть может не совсем справедлив в оценке современной ему науки и ее достижений ведь он был современником Ньютона хотя многие нелепящие прожекты академиков Лагаду как показали теперь исследователи не совсем им придуманы и в их основе лежат всякого рода шарлатанские опыты действительно имевшие место если узко понимать тезис Свифта что наука должна приносить непосредственную пользу то это как будто противоречит наблюдаемому нами все большему развитию теоретических и абстрактных исследований непосредственный практический выход которых не так-то просто установить но этот же тезис понимаемый в широком смысле наука должна содействовать счастью людей звучит сегодня особенно властно и Свиф дает свой недвусмысленный ответ он не верит что научный прогресс один способен разрешать общественные проблемы что власть жрецов науки технократов будет разумней и справедливой другой авторитарной власти он проведет ужасные последствия отрыва науки от гуманного и морального начала их противостояния и еще более ужасные последствия если достижения науки окажутся в руках властолюбивого маньяка или касты повелитель летающего острова которому верой и правдой служат жрецы науки недоступны и недосягаемы для своих подданных из которых он лишь выколачивает подати и которых при любой попытке протеста он готов стереть с лица земли это образ рождающий у современного читателя немало ассоциаций однако как не абсурдны и несбыточны технические прожекты академиков лагадо все же их упование на совершенствование общественной жизни представляются герою а вернее самому свифту куда более нелепыми и несбыточными годы проведенные вблизи тех кто властвует прошли для него не зря он прекрасно понял тактику которой прибегает неправедная власть он усвоил что заговоры обыкновенно являются махинацией людей желающих укрепить свою репутацию тонких политиков вдохнуть новые силы в одрыхлевшие органы власти задушит или отвлечь общественное недовольство он с одобрением отзывается о проекте взаимной пересадки половины мозга у особенно фанатичных сторонников враждующих партий и добавляет что разница будет весьма незначительна и это пишет свифт столь рьяна выступавший прежде на стороне тори теперь выйдя из игры он мог сказать все что думал и о вигах и о торе здесь же с помощью волшебников перед гулливером проходят века европейской цивилизации от античности до современности представленные великими мыслителями государственными деятелями и полководцами разных эпох в отличие от других просветителей он видит перед собой свидетельство постепенного упадка в сравнении с римским сенатом английский парламент кажется ему сборищем грабителей и буянов но особенно отвратительную картину являет собой последнее столетие английской истории при этом вырождение политических институтов сопровождается вырождением людей нравственным и даже физически после такого сопоставления прошлого и настоящего появление в четвертой части существ утративших человеческий облик превратившихся в похотливых злобных животных еху это вполне логичный прогноз на будущее и грозное предупреждение перспектива представленная свифтом полемически противостоит общепринятой не дикари ставшие постепенно людьми а люди ставшие дикарями в этой части свифт не жалеет красок он беспощаден его сатира приобретает особый натурализм и хлесткость от юмора первых частей не остается и следа здесь все парадоксально лошадей возят запряженные в коляску люди Гулливер старается всячески доказать лошадям что он сообразителен и не дикарь он радуется тому что легко усваивает лошадиный язык то есть ржание он стыдится своего тела прячет его только бы лошади не приняли Гулливера за одного из еху теперь он говорит всю правду о своей стране и европейской цивилизации и это мысли самого Свифта и все таки автор зло смеется здесь над героем Гулливер в восторге от лошадиной идиллии он готов есть овсянку и утверждает что общение с Гуингмами расширило его умственный кругозор а между тем перед нами стерильный и обесцвеченный мир в котором не знают ни любви ни печали где выбор подруги жижи обусловлен заботой о сохранении масти а размеры потомства строго регулируются где неведомо чувство предпочтения одной особи другой а на общих собраниях обсуждаются лишь два вопроса обеспечение пищей и размножение здесь не знают письменности и сразу же вслед за этой последней деталью рассказчик сообщает что слово Гуингм означает совершенство природы выходит что вся книга оспаривала точку зрения на человека как на существо разумное и способное бесконечному совершенствованию предупреждала людей от самообольшения и вот перед нами появляются лошади тоже почитающие себя единственно разумными существами и самыми совершенными созданиями в это может поверить Гулливер но не Свифт Гулливер потому и докатился до состояния психоза пытается подражать походке лошадей и предпочитает запах конюшни запаху человеческого тела что он был сначала слишком высокого мнения о человеческой природе считал человека анимал ратионал и убедясь что это не так бросился в другую крайность Свифту это не грозит и все же Свифт не мизантроп в его сарказмах нет цинического равнодушия он и читателя хочет любыми средствами вывести из благодушного самодовольства то что Свифт пишет о человеке это далеко не вся правда о нем мы знаем каких высот мысли доброты самопожертвование во имя идеи способен достигать человек но пока в мире существует насилие и не свобода пока унижается человеческое достоинство и ставятся припоны его мысли книга Свифта будет необходимо она свидетельство его активного желания противостоять злу и поэтому его жестокое негодование не разрушает оно целительно хотя средства очень суровы они для тех кто не ищет иллюзий кто предпочитает мужественную свободу он он не он не он